Рождество Твое, Богородице, Дело! 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 Рождество Твое, Богородице! Рождество Твое, Богородице! Рождество Твое, Богородице, Дело! Синоним Господина! Рождество Твое, Богородице! Рождество Твое, Богородице, Дело! Рождество Твое, Богородице, Дело! Рождество Твое, Богородице! Рождество Твое, Богородице, Дело! Рождество Твое, Богородице! Рождество Твое, Богородице! И потом уже они отдали ее в Росалимский храм. И она уже докончила свое дело, то есть полностью очистила свой душевный сосуд от всякого греха, от всяких движений греховных. И создала в себе храм, в который могла поместить Бога. Ведь Господь не может войти в что-то нечистое, а чтобы войти Ему, необходимо в храме своего духа, тела, произвести, так сказать, чистку от страстей. Вот, поэтому, когда Пресвятая Богородица была готова, то есть, когда ей исполнилось время, чтобы зачать, она зачала непорочно и приняла на себя Спасителя мира. Также мы из церковного учения знаем, что Пресвятая Богородица, приняв на себя Спасителя мира, она выше всей твари, выше даже Архангелов, Керувимов, Серафимов и всякого человека. И не просто потому, что она смогла принять Спасителя мира, но и также из-за того, что она приобрела добродетели, стала безгрешной, безгрешной и приняла на себя Христа. Мы также из церковного учения знаем, что она Дева, и пребывала Девой и до рождения, и после рождения Спасителя. Это необходимо очень четко и ясно уяснить. В этом церковном учении затрагивается один важный момент. То, что Господь, после того, как она согласилась стать Матерью Христа, не тронул ее свободу воли. То есть, она хотела оставаться Девой, и Господь так и сделал. Ее предназначение исполнилось, она родила Спасителя мира и стала не только Матерью самого Бога, но и Матерью всех тех людей, которые прибегают к ней ради спасения. КОНЕЦ